В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Лариса Истомина. Здравствуйте! Дороги Архангельска 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 О том, как живется вынужденным переселенцам на севере, в сюжете наших новодвинских коллег. Они не пропускают ни одного выпуска новостей. Семья Брусенцовых – беженцы. Они недавно покинули Мариуполь, Донецкая область, а сейчас живут в нашем городе. Я плачу. Не могу в убийстве смотреть на новости. Потому что осталась бы я там, допустим, может быть, сама такая судьба была. А обидно за людей, за что страдает народ. Вот так мы познакомились с семьей Брусенцовых. Они приехали к нам в город, потому что у Оксаны здесь живет ее сестра Фаина. Сначала они остановились у нее, спустя время переехали в съемное жилье. Оксана и Александр устроились на работу, а дочь Алина пошла в школу. Построилось частное предприятие водителем. Так что, как бы, устроены все. В принципе, они долго, но у него тоже не получается два дня больше, чем у меня. Я пошла учиться во вторую школу, в 11-й А-класс, хотя там я училась в Б-классе. Ну, коллектив тоже такой же хороший, и все понимают, что, допустим, у меня все по-другому было. Они как бы отнеслись там, если чего там, обращайся там, поможем. Ну, мне что только лучше, тоже дополнительные занятия с учителями. Здесь профильный класс, алгебра, геометрия, физика. Ну, а так со временем пройду в норму, в этот коллектив вольюсь, и все будет отлично. Можно порадоваться за эту семью. Они находят силы, имеют терпение и стараются себя обеспечить. Но тяжесть сложившихся обстоятельств и грусть о произошедшем все равно не дает покоя. То, что там я жала вас, просто она говорит, вот вам дают, типа, деньги. Говорю, какие деньги? Где вы такое берете? Никто, ничего. Сидим голодым, в принципе, как нам давали пайки. Раз, это вот социальные службы там. Ну, там крупы, в основном крупы. Ну, я сварила крупу раз, сварила два, с чаем так вот крупу поели. Ну, ты понимаешь, что-то... Ладно, я там, мне ребенка надо, чтобы она как-то... Ну, для чего мы-то живем, если не для детей, правильно? Нужно ребенку дать самое лучшее. А так, на одной голодной крупе... Ну, это, чисто знаешь, поделилось своим горем. И к концу дня мне такие, короче, два пакована, на тебе продукты, внеси домой, корми семью. От государства, в принципе, ничего. Как бы мы это ни получили. У нас, естественно, была помощь, поддержка материальная. Это Красный Крест нам выделил. Вот. И на работе, вот где я устроилась, девочки узнали в моем тяжелом финансовом положении. Собрались там тоже денежкой. И купили мне продукты. И дали так денежку, чтобы купить ребенку китроватки в школу. В съемной квартире пусто. Из привезенных вещей только телевизор и часы. Кстати, границу пересекли не только члены семьи, но и их домашние любимцы – две кошки. Брусенцовы живут в Новодинске уже несколько месяцев. И практически каждый день связываются со своими родственниками. Мама у меня, что в Мариуполе, последние как раз перед перемирием бомбили. Переживала, конечно, ужасно. И чуть ли не как раз сейчас созванивалась. Ну как, потому что то связь прорвется, то, 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 все. Ну, в общем, пережили. Самое страшное сейчас, страшно от неизвестности, что будет дальше. Потому что перемирие – это перемирие, ну, а дальше, чтобы дальше, не более, там все равно движение войска происходит. Они справятся с трудностями. Как говорит Оксана, главное, чтобы над головой было мирное небо. Он должен паспортать. Сегодня отмечается Всероссийский день трезвости. Впервые его празднование состоялось в 1911 году в Санкт-Петербурге под лозунгом «В трезвости – счастье народа». Столетия спустя люди продолжают в этот день выходить на митинги, участвовать в тематических мероприятиях, напоминая, что только трезвый человек может быть успешным, счастливым, иметь крепкую семью и уважение. Сегодня мы спросили у архангела Городцев, какие социальные акции можно провести, чтобы совместно бороться с таким недугом, как пьянство. Ну, например, можно на бутылках наклеивать этикетки, где показаны угрожающие органы, испорченные алкоголем. Те же названия можно клеить и на скамейке. К тому же можно проводить акции, например, «Меняй бутылку на какую-нибудь конфету на сладкий чупа-чупс». Ну, я так думаю, что вообще надо обучение умения пить в миру. То есть все равно у нас это как бы водка – это национальный продукт. И вот как ни верти, все праздники не обходятся без водки. И поэтому просто надо научить людей умели напить. Я думаю, что должны люди выйти все на улицу, как-то сгруппироваться, например, одеться как-то так в один цвет и начать протест. Мы против пьянства, мы за здоровый образ жизни, занимайтесь спортом, укрепляйте свое здоровье. Ну, провести какие-нибудь спортивные массовые мероприятия, как вот в Советском Союзе, например, какое-нибудь шествие по площади, таких вот физически красивых людей с личным телосложением. Также какие-то протесты, как бы всякие «не пей, не кури». Далее в выпуске новостной дайджест. Коротко о главном. Подключение объектов социальной сферы Архангельска к теплу идет по графику. Большинство детсадов и школ города уже подключено к отоплению. Энергетики продолжают разогрев теплотрассы и растопку котельных, чтобы до начала следующей недели дать тепло во все учреждения соцсферы. Накануне подключили к теплу 103 учреждения социальной сферы, запитанных от Архангельской ТЭЦ. В режиме отопления также работают 17 локальных котельных, обеспечивая теплоснабжение 38 социальных объектов. Атомный подводный ракетный крейсер «Владимир Мономах» из акватории Белого моря произвел пуск баллистической ракеты «Булава» по полигону Кура на Камчатке. Как сообщили в Минобороны России, испытания прошли штатно. Напомним, в сентябре прошлого года в работе бортовой системы ракеты на госиспытаниях атомного подводного крейсера «Александр Невский» произошел сбой. В связи с этим министр обороны Сергей Шойгу приказал провести пять дополнительных пусков «Булавы». В рамках Маргаритинской ярмарки, которая традиционно пройдет в столице Поморья с 19 по 22 сентября, состоятся юбилейные пятые маргаритинские смотрины. На фестиваль съедутся лучшие хоровые и фольклорные коллективы, мастера народных и художественных промыслов со всей Архангельской области. Откроется смотрина ярмаркой народных мастеров «Троицкий ряд». Торговые ряды будут работать в течение всей Маргаритинской ярмарки. А 21 сентября во Дворце детского и юношеского творчества состоится гала-концерт «Маргаритинские смотрины празднуют именины». В нем примут участие лучшие народные и любительские коллективы из всех районов области. 12 сентября в Музее изобразительных искусств откроется выставка от иконы до авангарда «Духовные метаморфозы русского искусства». В экспозицию войдут около 70 произведений живописей 17-21 веков и собрания Музейного объединения «Художественная культура русского севера». Каждый век будет представлен яркими примерами, отражающими историю русского искусства. Это работы отечественных классических художников, известных русских авангардистов, а также уникальные северные иконы. Выставка будет работать до 11 ноября. Продолжит выпуск традиционный обзор главных тем свежего выпуска газеты «Правда Севера». 444-й. Именно такой порядковый номер можно присвоить архангельскому Макдональдсу. Столько ресторанов уже открыто в нашей стране. В областном центре очередь. Чем так привлекает северян фастфуд? И как обстоят дела в других городах? Кулинарный вопрос главенствует на страницах «Правды Севера». Областной Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте цифры о том, сколько должен весить школьный ранец. Обозреватель ПС исследовала содержимое ранца и взвесила его. Что из этого получилось, читайте в свежем выпуске газеты. Кроме того, «Правда Севера» продолжает публиковать хронику рейса научно-исследовательского судна профессор Молчанов, на борту которого находился постоянный автор издания Владимир Соколов. Каждая сцена фильма – часть реальности, в которой живет сегодня деревня, но при этом фильм недокументальный. Так режиссер Андрей Кончаловский говорит о своей картине «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына, получившей «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на 71-м венецианском кинофестивале. Своими впечатлениями от работы и от поездки в Венецию с журналистами поделился губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Игорь Орлов приехал в Венецию по приглашению Андрея Кончаловского на один день, чтобы поддержать киногруппу и фильм, снятый в глубинке Архангельской области. Губернатор рассказал, что картина стала одним из открытий и потрясений фестиваля. После показа весь зал встал и буквально взорвал с аплодисментами. В «Белых ночах» почтальон Алексея Трепицына Кончаловский рассказывает о жизни людей в русской деревне, которые любят, страдают от тоски и одиночества, размышляют о смысле жизни. Во время подготовки и съемок фильма Игорь Орлов не раз встречался с Андреем Кончаловским. По его словам, режиссер, исколесив поисков натуры и героев, всю страну изначально хотел снять фильм о суровых реалиях жизни умирающей российской деревни. Но, познакомившись с кинозерием и его жителями, свое мнение поменял. Звонок, я вижу, Кончаловский звонит, он как раз находился в кинозерии, он мне звонит и говорит, ты был прав. Я сначала даже не понял, о чем он говорит. Говорит, не понял. Он говорит, я вот сейчас здесь, я поменяю фабулу фильма. Он погрузился, он увидел, он осознал, он пообщался и он поменял вот эту безысходность на взгляд в будущее. Уже скоро фильм «Белые ночи» почтальон Алексея Трепицына увидят и жители Архангельской области. Андрей Кончаловский обещал привезти картину в Плесецкий район и Архангельск в конце сентября-начале октября. Елена Матвеева, Сергей Погребной, Панорама Севера. История университета, объединившего в себе несколько лучших учебных заведений Архангельской области, а также его будущее, связанное с освоением Севера и Арктики, вот главные составляющие музея, который в скором времени начнет работу в здании новой библиотеки САФУ. Помните знать свою историю. В этом году Музей Северного Арктического Федерального Университета откроет двери для своих гостей. А пока полным ходом идет процесс формирования фонда, в чем жители города могут принять участие и тем самым увековечить свое имя в книге благодарности музея. Музей университета является уникальным музеем, потому что он вобрал в себя историю образования не только Архангельска, а вообще Европейского Севера и также историю изучения Арктики. Мы в последние несколько месяцев уже начали сбор экспонатов. И, конечно же, обращаясь к архангелогородцам и жителям Архангельской области, мы хотим призвать, принять участие в создании нового уникального музея. В новых просторных залах будет отведено место не только под хранилище предметов истории, но и под уникальную визуально-интерактивную экспозицию освоения Севера. Зал «Арктическая сказка», в который можно будет войти через ледяные ворота, озариться северным сиянием на звездном небе потолке. Документы, фотографии, письма и другие вещи, связанные с учебой или работой в стенах университета, для музея важны самые разные предметы. Архангельское телевидение уже внесло свою лепту в пополнение фонда. Можете это сделать и вы. Обращайтесь в здание библиотеки САФУ по адресу «Смольный Буян-1» или по телефону, указанному на экране. Александр Мамонтов, Руслан Симушин, Панорама Севера. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. 12 сентября с 16 часов все любители спорта в прямом эфире телеканала ПС смогут увидеть соревнования по настольному теннису, которые состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Феникс». А 14 сентября встречаем Поморский Новый Год 7523 в прямом эфире. 13 сентября в 17 часов на нашем телеканале в прямой трансляции смотрите праздничную программу «Поморское новолетие». Праздник пройдет в музейном дворике на Поморской 3. 14 сентября в 2 часа дня в прямой трансляции на телеканале ПС смотрите открытие юбилейного творческого сезона Архангельского городского культурного центра «Сентябрьские смотрины». Зрителей ждет разнообразная насыщенная концертная программа с участием всех творческих коллективов культурного центра. 23 сентября в 18.00 смотрите прямую трансляцию праздничного вечера, посвященного 15-летию Архангельского телевидения и 25-летию Архангельской телевизионной компании. Видеозаписи концертов, спортивных матчей и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 639 720. Открой город вместе с нами. В Анапе завершились соревнования по тэквондо ГТФ. Эти старты проходили в рамках седьмых открытых всероссийских юношеских игр. В них приняли участие свыше 5000 спортсменов из 67 регионов России и ближнего зарубежья. Архангельск представляли воспитанники областного центра единоборств. Спортсмены выступали в двух возрастных категориях 12-14 лет и 15-17 лет. Медали разыгрывались как в личном зачете, так и в командном первенстве. Выступили на хорошем уровне, с этим привезли каждый полумедали. Особенно отличились у нас Елизарова Анастасия, которая привезла три комплекта медали и Шахнов Константин. Все спортсмены участвовали в поединках и комплексах. И каждый с хорошей стороны показал великолепную технику работы и хороший уровень мастерства выступления в поединках. В завершении информация о курсе валют. По данным Центробанка, на 12 сентября доллар США 37,38 рубля, евро 48,25 рубля. Сразу после нашего выпуска смотрите программу в центре внимания «Вопрос священнику». О Сейском монастыре поговорим с главным редактором газеты «Духовный сеятель» и иеромонахом Феофилом Воликом. Вы можете позвонить в прямой эфир программы по телефону 639-717 и задать свой вопрос священнику. А у меня на этом все. С вами была Лариса Истомина. До встречи. Я помор, архангел-огородец, я русская широкая душа. И пусть черней других я кожей, и кудри бьются в дреды не спеша. В моих глазах искона русских, в моих речах славянско-племенных. Начертано кириллицей лаская православный слух. Ну что ж, а теперь о погоде на четверг 11 число. В Котласе тепло, плюс 20 на термометрах, безоблачное небо и слабый ветер. В Плесецке тоже ясно, температура воздуха 20 градусов, сильный ветер. В Вельске еще теплее, плюс 21 градус на протяжении дня ясно, ветер умеренный. И, конечно же, о погоде в Архангельске. Утром малооблачно, без осадков, ветер умеренный и плюс 16 на термометре. Днем также малооблачно, воздух прогреется до 20 градусов, ветер сильный. Вечером ясная температура воздуха 15 градусов и умеренный ветер славянское. Нас точит семя Орды, нас гнет Ермо Басурман, но в наших венах кипит небо славян. И от Чудских берегов до ледяной Колымы все это наша земля, все это мы. Увидимся с вами на телеканале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин